Сейчас я передаю слово моей коллеге, автору и ведущей программы «Мнение» Невелине Закамской. Невелина, приветствую. Кто ваш собеседник сегодня? Здравствуйте, Вера. Сегодня говорим о математике, а точнее о математических моделированиях пандемии инфекционных заболеваний. И на связи с нами доктор математических наук, профессор Российской Академии наук Крема Нигматулина Мощецкая. Крема Робертовна, здравствуйте. Все ли хорошо? Слышно ли меня? Здравствуйте, Евелина. Да, все хорошо слышно. Крема Робертовна, вы 30... Да нет, не 31 января, а гораздо раньше, буквально после новогодних праздников, я знаю, своим студентам сказали о том, что в марте в России начнется эпидемия коронавируса COVID-19. На основании каких предположений, каких расчетов вы делали такие прогнозы? На чем они основаны? Справедливости ради, скажу, что я сказала своим студентам, что где-то в марте-апреле месяце случаи COVID-19 точно будут в России, но масштаб этого бедствия на тот момент в январе был еще до конца для меня непонятен. Но то, что уже было понятно, что вирус дойдет до всех стран, которые практически есть, все крупные страны. Из чего выстраивались мои прогнозы, из чего у меня появилось это понимание? Это исходит из совокупности двух факторов. Во-первых, когда число заболевших в одной географии достигает тысячи больных, то мы понимаем с точки зрения математических моделей и вероятности, мы понимаем, что это достаточно большое количество и вероятность, учитывая объем передвижения в нашем глобальном населении сейчас, что это заболевание дойдет и до других стран, и в принципе мы видели в начале 2000-х заболеванием SARS. Но еще есть и дополнительный фактор. Как раз выстраиваются различные эпидемиологические модели, которые рассматривают глобальное население, базируются на транспортном передвижении, которое есть по авиаперелетам и иным данным статистическим, которые показывают, как передвигаются люди. В этой модели можно вложить именно такую симуляцию, где закладывается инфекция, она имеет то географическое начало, которое мы видим в реальности, и мы смотрим, как симуляция распространяется глобально. Как раз такого рода модели мы сделали, и мы видели, что заболевание будет доходить, в конце концов, и до России. Эпидемия началась в Китае. Россия и Китай имеют довольно протяженную общую границу. Тем не менее, вирус переместился из Китая в Соединенные Штаты, потом в Европу и только потом в Россию. Почему произошла именно такая цепочка, и какие слагаемые в этом уравнении, когда математики рассчитывают распространение эпидемии? На самом деле, это как раз и строится на этих математических моделях, которые в базе, в корне имеют информацию по количеству авиаперелетов, которые у нас есть между разными странами. Эти данные, они есть и существуют. Правильно с этим, конечно же, у нас есть понимание, какие страны очень плотно взаимодействуют по своим миграционным потокам, приезжающая рабочая сила. И на основании этого выстраивается вся модель земного шара. Если мы посмотрим, и посмотрим, какого рода модели выстраиваются, они говорят о том, мы можем предсказать вероятностно, без стопроцентной гарантии, это очень важно, что модели, они стахастические, вероятностные, вероятностные, и поэтому стопроцентной гарантии предсказания нет. Но вероятностные модели говорили о том, что наиболее вероятное протяжение событий, это то, что из Китая заболевание будет локально распространяться в страны Азии, Южной Кореи, Филиппины и так далее. И, конечно же, первая страна такая с дальней географией, из которой придет это заболевание, предполагалось, что это будет западное побережье Соединенных Штатов, поскольку мы понимаем, что именно эти города очень плотно взаимосвязаны различными потоками людей. И, исходя из этого, мы предполагали, что именно придет это заболевание на западное побережье Соединенных Штатов, потом оно появится в Европе, и именно после этого придет оно в Российскую Федерацию. Причем, почему эти модели, они в каком-то виде, несмотря на их вероятностный характер, достаточно достоверны? Это то, что небольшие потоки, которые у нас есть по нашей восточной границе, они все-таки не такие большие и не такие стабильные, как наши потоки между Европой и нашей страной. Из-за этого вероятностно мы понимаем, что в конце концов заболевание из Европы нам обязательно пришло бы. Если математики это понимали и понимали заранее, то кого они об этом предупредили? И были ли предприняты меры для того, чтобы остановить или приостановить распространение инфекции? Я бы ответила на этот вопрос с каких факторов. В январе месяце точно не было очевидно, что масштаб данного заболевания будет в пропорциях, где более миллиона человек уже будут инфицированы в апреле месяце. Это была неочевидная информация. Для меня это понимание пришло где-то в середине февраля месяца, где от 1 февраля до 15 февраля мы увидели, что рост числа заболевших вырос от где-то чуть менее 15 тысяч человек и вырос до 65 тысяч человек. Эта прогрессия стала достаточно стремительной, и стало понятно, что болезнь на уровне локалии не зафиксируется, и это не будет такая же вспышка, как SARS. Что с точки зрения этого начали различные моделисты заниматься, как мы выстраиваем эти математические модели? Мы начали смотреть на как быстро что может происходить, и мы видим, что с точки зрения полного ограничения транспорта все равно даже при сокращении количества авиаперелетов на 90% это имеет эффект того, что задерживается распространение заболевания, но заболевание, скорее всего, все равно придет в разные географии. Это говорит о том, что те меры, которые необходимы, именно связаны с тем, чтобы люди на каждой своей географии минимизировали количество своих контактов, уходили в самоизоляцию и так далее. И в этом смысле как раз то, что мы видим с точки зрения нашего правительства, не дожидаясь того момента, когда количество заболевших стало в десятки тысяч, наше правительство предприняло различные меры для того, чтобы именно минимизировать эти контакты. То есть если бы авиаперелет и все страны ограничили, например, на месяц раньше или остановили бы полностью, то это существенно повлияло бы на распространение эпидемии? Это бы повлияло на то, что эпидемия и ее распространение замедлилось бы, но не предотвратило бы это. И это очень важный фактор. Хотела бы объяснить, откуда это нам понятно. Для математиков, которые занимаются инфекционным моделированием, есть такое основополагающее число. Оно называется основное репродуктивное число R0. Это R0 говорит, какое количество вторичных случаев заболевания есть от одного инфицированного человека, когда на уровне всего населения нет иммунитета против этого заболевания. Для заболевания как COVID-19 примерно по оценкам эта цифра, это репродуктивное число где-то от двух до четырех. Поясню, что, наверное, очевидно, что если эта цифра больше единицы, то болезнь идет и разрастается экспоненциальной скоростью. Но в этом смысле есть еще и некоторые факторы, которые говорят про эту цифру. Это не фундаментальная цифра, которая специфична для каждой болезни. Мы как население можем повлиять на это репродуктивное число, потому что оно состоит из двух частей. Это первая часть — количество контактов, которые есть у каждого человека, и вероятность распространения, когда есть этот контакт. Мы понимаем, допустим, что если у инфицированного человека есть 30 контактов за тот момент, который он болеет, и 10% вероятность того, что заболевание будет распространено при одном контакте. Значит, репродуктивное число в этом случае будет 3. Но если этот человек сократит свое количество контактов от 30 до 5, то мы видим, что репродуктивное число спускается до 0,5, и потихонечку-потихонечку будет идти к угасанию такая вспышка. А как учитываются свойства конкретного вируса при построении этих математических моделей? Мы знаем, что COVID-19 отличается высокой контагиозностью. Я не знаю, насколько это соотносится с тем самым репродуктивным числом. То есть каждый человек способен заразить примерно 3,8 других людей, 3,8, то есть около 4 человек, вокруг себя. И этот вирус особенен тем, что имеет большое число бессимптомных носителей, то есть людей, у которых заболевание никак в себя не проявляется. Как это влияет на ваши математические прогнозы? Вы очень правильно подметили. Репродуктивное число, оно как раз включает в себя вот эту базу фундаментальную заразности заболевания. И оно включает в себя этот параметр и ещё параметр того, насколько активно идёт взаимодействие внутри населения для распространения его. Поскольку это заболевание COVID-19 распространяется воздушно-капельным путём, именно контакты между людьми, когда люди встречаются, общаются, жмут друг другу руки, соприкасаются к одним и тем же материалам, это и есть тот контакт. А заразность говорит о том, что если есть этот контакт, какова вероятность, что здоровый человек заразится. И в этом смысле COVID-19 на самом деле достаточно заразное заболевание. Если сравнить с таким заболеванием, как грипп, то для гриппа это репродуктивное число, оно ближе на уровне 1,2, 1,3, 1,5. Но мы здесь видим, как вы правильно подметили, что оценки по COVID-19 — это цифра ближе к 3-4. Если говорить об асимптоматических случаях и как эти цифры совместно, они все взаимодействуют. На самом деле, по различным оценкам, есть понимание, что, скорее всего, около 30% населения не имеют никаких симптомов от COVID-19. То есть понятно, что есть ряд населения, которые имеют легкие симптомы, но симптомы все-таки есть. А есть часть населения, которая не имеет никаких симптомов. Это, в принципе, тоже очевидно из математического моделирования, потому что мы понимаем с той скоростью, которая идет вот это географическое распространение, это было еще понятно где-то в феврале месяце, что очевидно, что должны быть вот такие асимптоматические, асимптомные, бессимптомные, заразные люди, которые передвигаются, продолжают действовать в таком же нормальном режиме, как будто бы они полностью здоровы, они не знают, что они распространяют это заболевание, и, несмотря на это, эту заразу распространяют по разным местам. С точки зрения этих асимптоматических людей, почему они важны? Потому что когда репродуктивное число, когда оно спускается ниже единицы, мы все равно понимаем, что вероятность распространения случаев, оно продолжается. Но если количество больных людей больше, чем, например, только тех, про которых мы знаем, то это говорит о том, что количество времени необходимо для того, чтобы полностью убраться это заболевание из населения, дольше, чем то, что мы ожидаем, когда мы просто базируемся на количестве больных людей, про которых мы официально знаем. То есть если сейчас мы знаем об официально зараженных, тех, у кого диагноз подтвержден, это порядка 7 тысяч человек в нашей стране, но мы знаем, что у нас еще 900 тысяч тестов находятся в разработке, в оценке, то по вашим предположениям, по вашим расчетам, сколько у нас на самом деле зараженных? Диапазон количества зараженных, он достаточно широкий в наших различных оценках, на самом деле требуется чуть больше данных. И если говорить вообще о математиках и о математических моделях, мы всегда опираемся на те данные, которые есть и подтвержденные. Мы понимаем, что некоторых данных сейчас просто в реальном времени для выстраивания наших моделей не хватает. Но параллельно с этим можем сказать, что количество зараженных на данный момент, конечно же, это выше, чем то, что в официальных данных. Потенциально это выше процентов на 30, то есть это где-то до 10 тысяч человек инфицированы. Но потенциально это цифра и выше, поскольку есть те люди, про которых мы, которые никогда не будут показывать симптомы, и мы про них никогда, наверное, не узнаем. И есть еще и те люди, которые просто еще не получили симптомы, они уже заражены, и это просто идет дальнейшая прогрессия этого заболевания. Поэтому, скорее всего, эта цифра ближе от 10, но может быть и существенно выше. От 10 тысяч вы имеете в виду? Конечно, да, 10 тысяч человек. На сегодняшний день мы видим рост, ежедневный прирост заболевших. Это уже больше тысячи человек. По прогнозам, по словам, по мнениям российских медиков и экспертов, мы постепенно приближаемся к пику заболевания. Согласны ли вы с этими прогнозами? И видите ли вы, так сказать, благоприятный сценарий развития событий по нашей стране на данный момент? Я бы сказала, что на этот момент времени ситуация, на самом деле, она лучше, чем могла бы развиваться, и как мы видим, ситуация в некоторых других странах. Рост достаточно высокий у нас, как мы видим, в Соединенных Штатах. С точки зрения нашей страны, поскольку меры были предприняты на достаточно ранней стадии, когда количество случаев, как я говорю, уже было менее 1 тысячи. Это, кстати, примерно на таком же уровне среагировал Китай, когда у них начиналась эта вспышка. Но также нужно понимать, что одного острого такого пика заболевания в нашей стране, скорее всего, это будет не так. Из-за того, что наша страна очень большая, и она имеет именно такую географическую разрозненность. И передвижение между разными городами не в больших объёмах, и поэтому мы можем видеть то, что максимально, например, вспышка будет заторможена в городе Москве в один период времени, а с неким запозданием это может произойти в других городах. И в этом смысле я бы не говорила о том, что это будет очень короткий период. Это, скорее всего, будет период борьбы с этим заболеванием, который продлится ещё не несколько недель, а дольше. Но, несмотря на это, нужно понимать, что различные меры, которые можно предпринимать в разных географиях, то, что у нас такая большая страна, по сути, это есть ещё и плюс. Потому что мы можем себе позволить одни меры предпринимать в одних местах, где ситуация более сложная, а в других местах иные. И такие более кастомизированные подходы, которые можно разрабатывать на основании математических моделей, позволят более бережно отнестись к экономической ситуации в нашей стране. Потому что, конечно же, несмотря на то, что я сказала, именно самоизоляция, когда люди остаются дома, это наиболее действенный метод сократить это основное репродуктивное число. Но, несмотря на это, это, конечно же, очень тяжело для экономики. И в этом смысле можно кастомизированно для разных географий потихоньку разрабатывать свои меры. Вы имеете в виду, что регионы должны открываться постепенно. Сейчас действительно на усмотрение региональных властей отдали возможность принимать решение закрываться полностью, объявлять самоизоляцию или оставлять въезд, межрегиональное сообщение открытым. То есть здесь вы видите необходимость принимать решение точечно. И на что ориентироваться тем же губернаторам, когда они будут смотреть, пускать москвичей или не пускать, или другие регионы к себе? Какие показатели здесь, какие критерии должны учитываться? Здесь есть несколько факторов, которые должны учитываться. Конечно же, если в регионе есть зафиксированный, особенно в городе, если в городе есть зафиксированный случай COVID-19, это означает, что в этом регионе, в этом городе необходимо предпринимать различные меры. И учитывая, что это заболевание с достаточно длинным инкубационным периодом, наличие даже уже одного случая говорит о том, что нужно предпринимать меры и просто так бездействовать нельзя. Но параллельно с этим, как фильтровать тех людей, которые приезжают в регион? В этом смысле диагностика, быстрая диагностика для того, чтобы проверить, если человек инфицирован или нет. Она может быть очень полезной. И в этом смысле эта диагностика, с одной стороны, она является достаточно широкой для большого количества людей, но, с другой стороны, она должна быть таргетирована именно по тех, потому что мы понимаем, что эти люди потенциальные могут быть приезжими из тех регионов, где идет большая вспышка заболевания. Поэтому проверка именно тех людей, которые приезжают в регион, которые приезжают из регионов с высокой инфицированностью. Поэтому вот такие два критерия – приезжающие из инфицированных регионов и наличие или отсутствие больных в своем городе. Также нужно подчеркнуть, что именно города являются местами-очагами для быстрого распространения. Учитывая нашу, опять же, географический размер нашей страны, мы понимаем, что есть регионы, где население разбросано по большой территории, и поэтому меры могут быть все-таки кастомизированы больше, более узко сфокусированы на различных городах. Другие ситуации и меры могут предприниматься в поселках и других населениях. То есть сейчас важно понимать местным властям, что если у вас зарегистрировано 1, 2 или 10 случаев COVID-19, это значит, эту цифру нужно умножать автоматически в несколько раз, понимая, что вокруг уже есть другие зараженные, которые являются либо бессимптомными носителями, либо их симптомы проявятся позже. Да, есть именно этот фактор. И о чём говорит репродуктивное число, которое варьирует в районе по разным расчётам от трёх до четырёх, можно применить это число и посмотреть. Это репродуктивное число говорит о том, что в течение где-то недели, мы, если не будем предпринимать различные меры по сокращению общения, то, скорее всего, в течение недели мы увидим как раз на это количество число больше больных. То есть если сейчас у нас 10 больных человек, то в течение недели эта цифра может вырасти где-то до 30. А эти 30, если дальше не предпринимать никакие меры, в дальнейшем вырастет и до 90. И так далее по такой прогрессии. Исходя из этих данных, Карима Робертовна, скажите, пожалуйста, мы сейчас можем рассчитывать на преждевременную, на более раннюю отмену самоизоляции и режима нерабочих дней? Или вы бы рекомендовали, будучи на месте президента, руководителей государства, оставили бы этот режим неизменным до конца апреля точно? Это достаточно сложный вопрос, поскольку совокупность факторов, которые применяются для принятия этого решения, это намного больше, чем то, чем занимаются люди, формирующие такие математические модели. То, что мы понимаем, сокращение цифры репродуктивного этого числа ниже единицы — это очень важная цель. Но даже посмотрев на то, что у нас на сегодняшний момент где-то более 7 тысяч больных, и если это репродуктивное число за счет тех мер, которые мы предпринимаем, спускается до 0,5, то хочу подчеркнуть, что это все равно говорит о том, что в течение ближайшей недели все равно у нас будет где-то 3,5 тысячи дополнительных больных. То есть это говорит о том, что быстро, за один день, ситуация поменяться просто не может, потому что по инерции от того количества людей, которые больные сейчас, заболевание будет потихонечку распространяться. Но скорость этого распространения будет зависеть как раз от тех мер, которые предпринимаются. Спасибо, Карима Робертовна. У нас осталось меньше минуты, завершающий вопрос, прогноз по миру в целом. Когда все-таки нам ожидать окончания пандемии? С учетом того, что в Соединенных Штатах сегодня пик смертности, больше двух тысяч человек умерло, с учетом всех остальных тревожных и обнадеживающих факторов, сигналов, которые приходят сейчас из разных стран? Если говорить об инфекционных заболеваниях, основной параметр, который важный, — это коллективный иммунитет. Это тогда, когда заболевание не будет так быстро распространяться. Коллективный иммунитет сформируется у населения, когда будет вакцина. Это тот определяющий момент, когда в конце концов ситуация закончится. Понятно, что необходимо держать уровни заболевания на минимальном количестве на протяжении ближайшего времени, но именно вакцина в корне поменяет всю динамику. Я благодарю вас. Карима Нигматулина Мощицкая была собеседником программы «Мнение». Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok